Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин, 8 том, вопрос 3271. Если незнакомому с учением обливанцев-ивановцев попадет в руки их литература, то может ли христианин совратиться вслед их? Ответ. Только уж совсем сумасшедший может принять за истину сумбурные бормотания этого лживого старика Порфирия. Приведу для доказательств несколько выдержек из источников, даже не указая авторов мирян и священников. Американцы даже утверждали, что в Чечне и в Приморье специально проводили опыты по оздоровлению, по слиянию с природой на морозе, по методу Иванова. И что этот метод государство взяло на вооружение, чтобы не отапливать квартиры и не кормить народ. Цитирую. Чтобы я учился опознавать природу так, как ее надо любить, хранить. Как свое, такое живое, энергетическое надо людям показать, а от чужого отказаться. Правда гораздо чаще. Природа бессовестно обманывала Бога Земли. Так, помимо ложных метеорологических предсказаний, она несколько раз настойчиво поведала ему, что Брежнев умрет в 1980 году. А в 1983 году начнется Третья мировая война. Китай нападет на Индию, а СССР вступится за последнюю. Москва и Киев будут уничтожены. Лишь хутор Верхний, Кондрючий, останется невредимым. В 1987 году Калифорнию смоет в океан. А в 1989 году мое состояние здоровья будет признано всеми. Сегодня вы меня не признаете, а признаете в 1989 году. Это точно говорит природа. Я буду признан всеми людьми мира, а когда заговорят об этом люди всего мира, то тогда станет на арену для всех нас бессмертие. Это будет обязательно, будет. Человек родил солнышко и в жизни ему стал верить, как Богу, выше от себя. А Иванов независимый, он Бог природы, он человек жизни, он сохранитель всему делу. И вот пришел на землю Паршек, победитель природы. Учитель народа, Бог земли. Он своим незащищенным телом, голой и босой, проложил новый небывалый путь к природе. Господь явился показаться воплоти, как это было написано в предковых книгах. Я заставил себя представить в двух бакинских церквях. В маленькую, где служил священник, я заходил не помолиться, как молятся все, стараются у Бога откупиться своими деньгами. Я туда зашел хозяйничать. На середину встал один такой. Как меня, такого первого человека, не пропустить в такое церковное место, где бывают все люди грешные? А праведник я был один перед всеми, стоял без одежды. В это время тарелка с деньгами шла, на нее клали деньги грешники. А я, праведный, хотел ими воспользоваться. Я встал на возвышенность от народа, на условия клироса, где певчие поют. Я сосредотачиваюсь по их молчанию, чего-либо людям сказать. У меня было, что им за этой обедней стоять и видеть перед собой истину. Человека, такого, как были все одетые, Иванов, раздет стоял перед всеми. Ибо епископ должен другую обедню людям служить. А я, Иванов, в эту тихую минуту сказал. Мои овцы, не выходите из крама, я буду с вами говорить. Знаете, что епископ на все это сделал? На меня, как на сатану, с крестом закричал и своим подчиненным закричал, говорит. Выведите его, этого сатану, пусть нас не смущает. В этих словах, наверное, ясвенно всего проявляется болезненное душевное состояние Иванова. Вызванное его манией величия. Иванов писал о Христе. Приходил от Бога такой Сын Иисус Христос, которому удавалось природою бедным помогать. Он был по этой части воин, без всякого оружия он вел за собой бедных. Это правда, независимая страна, которой люди все знали, что она нехорошая есть в жизни, плохая и холодная в живом человеческом теле. Я за его любовь ко мне, я ему верю и помогу во всем, везде и правильно, везде и всюду, что он попросит. То я ему дам через любовь его. Люди обижены ему, как Богу верят индивидуально, а получают реально. Люди не знают, зачем я пришел, зачем меня природа такого родила, урода, отшельника Иисуса, самородка, учителя. Бог со своим стоит на очереди, на это он есть Бог во всех этих людях. Он пришел для спасения всего мира. Кто моей идеей возразит, если она спасает все, все на земной коре человечества? Он этому всем есть Бог земли, хозяин природы, отец жизни. Моя мысль летит, ведет больше от этого сделать. Я не ходил разувшись, я пошел, я не ходил по воде пойду, а в атмосфере полечу физически. А вот духа не вел. Здоровое тело, здоровый дух. Это можно сказать об истории. Бог, отец, это человек. Бог, сын, это вся сделанная техника. А Бог, дух, чистое живое тело. Самого Иванова А.Д. Самодержавие царя, первого человека, а социализм это второй человек. Третье это будет эволюция. Здоровое тело, здоровый в нем дух. Люди будут его знать. Идет предрешающая сторона небывалого характера, эволюционного Бога, Духа Святого. Вот чего Паршик создал. Святого Духа, жизнь. Если бы не она, не природа, Паршик ничего бы не знал. Конец пришел отцу и сыну. Их такое дело. А Духу Святому только есть первое начало. Умелое эволюционное дело. Только оно начинается у Бога. Духа Святого. Это его начало. 25 апреля 1979 года. Отец и сын в жизни своей без Духа жили. Им природа не помогала, а мешала своим путем. А вслед за двумя идет эволюция Святого Духа. Что заставит человека отказаться от всего этого. Она никогда не была на белом свете. Паршик взял на себя всю инициативу нашей жизни. Это некто такой есть в жизни. Паршик есть в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Но и я не Отец и не Сын, а Дух всего мира. Люди меня признают. На всей земле об этом заговорят. Таким же Иванов все-таки считал себя. Отцом, сыном, духом, всеми вместе. Или никем из них, их господином. Кажется, он сам так и не уснил для себя этого вопроса. Его мания величия в непомерной завистливости и гордыне всего казалось мало. Мы будем все богами из-за дела, а он нас приведет к порядку. Мы все как один будем любить природу и хранить ее как око. Мы будем боги жизни. Это закалка, тренировка. Она восторжествует и будет с нами жить. Из текста Порфирия Иванова «Мой порядок молодежи. Подарок молодежи». 1983 года, 2 февраля. Учитель Иванов. Порфирий Иванов родился в 1898 году под Луганском. В одно время работал шахтером. Религиозностью и благочестием не отличался. 25 апреля 1933 года на Чувильском бугре на него нашло некое озарение. С этого времени последователи ведут начало его избранчеству. Нетрудно увидеть, что основатель движения был в самой крайней степени прелести и все силы черпал из темного демонического источника. Лучше всего это показывать его тексты. Не хочется тиражировать эту ересь, но, пожалуй, это самый лучший способ помочь заблуждающимся убедиться в пагубной опасности его идей. Я ему, человеку, прежнее здоровье вернул назад. За это вот и стал между вами в славе. Мое тело – это ваше тело. И не было еще в природе такой жизни, которая бы не проходила в этом. Тот, которому приходилось в этом не доделать своего дела, он умер, его не стало, он его не закончил. А у нас недавно зародившихся людей, оно только начинается. Мы этим окружились, у нас родилось терпение. Нас всему научил этот учитель. Так себя называет Порфирь Иванов. Ему природа подсказала. Он и теперь нас учит, а мы ученики его. Новые, небывалые, которые не делают того, что делают все люди, которым приходилось начинать все самим. А чтобы бросить все это, у них смелости не хватило. Развзялись, надо делать. Все живущие на белом свете, все стоят в очереди и ждут своего дня. Они в нем крепко заболеют и умрут на веки веков, как умирали до них. Именно поэтому для нас сейчас истинной наукой является закалка во всех качествах природы, обращенных к нам. Этому и учит нас учитель. Он трудится для всего мира людского. Филиппины своими руками разрезают тело, а учитель дает покой всему телу. И это все сделала вежливая просьба. Она врага убила. Природа нам на эти все дела прислала своего такого человека, жизнерадостного, с мыслью и с делом, всей вселенной в природе. Его тело пришло к прошлому, к начальному. Я есть парша к всему этому делу. Мне доверилась природа. Она осветила меня этим. Я в этом деле есть Бог. Ему как таковому нужно верить. Он пришел к нам с Востока и про все это нам говорит. Да, да, этому придет конец. За все нами сделанного он нас осудит. Сквозь весь этот сумбурль упорно пробивается мысль о себе, как об учителе, всех людей. Он называет себя создателем нового учения, которое избавит людей от болезней и смерти. Порфирий Иванов умер в 1983 году. Демоническая природа всех духовных подмен хорошо изучена святыми отцами. Святитель Игнатий Боричининов говорит. Труден выход из самообольщения. У дверей стоит стража, двери заперты, тяжеловесными крепкими замками и затворами. Приложена к ним печать бездны. У них, находящегося в состоянии самообольщения, полностью искажается сознание. Он готов принять любую фантастическую мысль, если она согласуется с его самооценкой. Лжеучение Порфирия Иванова и его последователь несовместимы с христианством. Даже частичное исследование ему вводит человека в гибельную область духа лжи, из которой выйти бывает трудно. Полусумасшедший создатель теории закаливания, ходивший зимой и летом в одних черных трусах, Иванов считал себя живым богом и проповедовал теорию автотрофного человека, свободного от потребности в еде и одежде. Крейн, конечно, использует неподлинное писание самого Иванова, которое почти невозможно адекватно перевести на английский, потому что даже по-русски трудно понять, например, такую цитату Иванова. Мы должны за это дело узяться всеми общими силами, и, может быть, мы не это раскроем у природы, чего нам нашел Иванов. У него мысль не такая, как у нас с вами. Но, как выяснилось, для того, чтобы оздоравливаться, оказывается, недостаточно просто в холодную воду прыгать, а надо еще всякие заклинательные слова произносить. И вот последователи Порфирия Иванова все больше и больше обожествляют основателей своей группы, да и самому ему все больше и больше нравится изображать из себя Бога. Под конец он уже просто заявлял о том, что он – это такой брат Иисуса Христа, что в нем живет Святой Дух, и что вообще, говоря, молитвы доходят до Бога только тогда, когда они идут через Порфирия Иванова. Сторонники неохристианского истолкования во зрении Иванова объявляют его учение верой Третьего Завета, Завета Святого Духа или Второго Пришествия Христа. На этом основании они считают Иванова возвратившимся Христом, в котором воплотился Святой Дух. Однако сам Паршик утверждал, что Отец и Сын уже реализовали себя, а Третьему Духу Святому это еще предстоит. Святому Духу отводится ключевая роль в появлении нового человека. Но это не Святой Дух Евангелия, а некая космическая энергия, о которой Иванов пишет. Эволюция не признает ни отца, ни сына. У нее Дух Святой. У нее Азот, а человек этому принадлежит. Пахать и сеять мы не будем, добывать уголь, газ, руду не будем, есть, пить, спать, одеваться и жить в доме не будем. Ни деньги, ни имущество, ничто не спасет человека. Это утопическое общество не должно иметь никаких государственных, общественных, научных, образательных и культурных учреждений. Воплотить в жизнь эти идеи предполагалось в общине на чувилковом бугре, где в условиях естественного состояния должны были быть решены основные онтологические проблемы человека и избавление от болезней смерти. Ответ с позиции христианства Главная особенность системы Иванова в ней нет места Христу. Это место занято Ивановым. Другой ее особенностью является учение о возможности обрести физическое бессмертие собственными силами и заслугами перед природой и паршиком. Согласно же христианскому вероучению спасение от власти греха и смерти совершается крестными страданиями Господа Иисуса Христа Матфея 20.28 Евреям 9.26.28 При этом уничтожается и жало смерти, грех 1 Коринфянам 15.53 Причина физической и духовной смерти 2. Паршик отрисает бессмертие человеческой души Но Священное Писание утверждает обратное Тленному надлежит облечься в нетлении и смертному всему облечься в бессмертии 1 Коринфянам 15.53 3. Ивановцы ожидают обрести бессмертие в физическом теле здесь, на земле посредством непрерывных занятий, закалкой, тренировкой Христианин же не связывает свое спасение и вечную жизнь с зараженным грехом миром а ожидает обрести их в Царстве Небесном Откровение 21.1-4 2 Петра 3.17 Итак, вы, возлюбленные, будучи предволены осем берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждениями беззаконников и не отпасть от своего утверждения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok